«Мам, возьми, пожалуйста, к себе Ромку!» Марьяна услышала в трубке голос сына. В смысле, на выходные, радостно спросила женщина. Она была рада заполучить внука на ближайшие два дня. «Нет, мама, возьми к себе Ромку насовсем!» Марьяна давно ждала эту самую фразу от сына, но когда она наконец-то прозвучала, женщина поначалу растерялась, хотя все к тому и шло. Когда родился внук, невестка Маша сделала все, чтобы оградить малыша от бабушки. И это касалось не только ее Марьяны, она и своей матери не давала нянчиться с внуком. Все боялась вирусов и микробов, потом боялась, что кто-нибудь его уронит, потом, что, не дай бог, за ним не уследят, и он что-нибудь съест не то, что надо. В общем-то, таких маниакальных мамаш Марьяна еще никогда не встречала. Маша совершенно не доверяла свое чадо старшему поколению. Когда она категорически заявила, что помощь и присутствие бабушек неуместны, Марьяна не настаивала и не лезла, только ее слезы по этому поводу никто не вытирал. Самой пришлось справляться, а ведь у них с невесткой были прекрасные отношения до рождения Ромки. «Ну что вы обижаетесь, успеете еще с внуком повозиться, а пока поживите в свое удовольствие», – говорила невестка Марьяне и своей матери. Только вот жить исключительно в свое удовольствие Марьяна не умела и не могла. А потом, когда-то в детстве в ее жизни бабушки были очень важными людьми. Готовить и заниматься огородом она научилась у маминой мамы, а водить машину, вязать и шить – это у папиной. Это не учитывая того, что с бабушками было просто здорово. А ее внук Ромка, получается, лишен этого счастья – общения с бабушками, как будто бы лишен части детства. Но неожиданное страшное горе пришло в их дом. Маша погибла, нелепо и мгновенно. Ее мама не вынесла удара и слегла, инсульт уложил ее в постель надолго. Пришлось отцу в одиночку поднимать сына. Марьяна, как могла, помогала своим родным. Но время идет, боль потери притупляется, и сын в конце концов женился во второй раз. Родился в новой семье второй ребенок, общий любимый долгожданный. Нет ничего такого, новая невестка была замечательная девушка и к пасынку хорошо относилась. Но Марьяна чувствовала, что рано или поздно внука ей все-таки отдадут насовсем. И вот этот день настал. Ну, конечно, сынок, я с удовольствием возьму мальчишку. Ты, главное, не волнуйся. Нам друг с другом будет хорошо. Привози его завтра, а еще лучше сегодня. Ромка, я вот думаю, может нам дачку купить? А, Марьяна уже давно решила, что купит дачу. Деньги от дачи квартиры она не тратила. Откладывала специально для этого момента. А тут еще и цены на недвижимость слегка снизились. Спасибо кризису. И теперь она вполне может себе это позволить. Точнее это им с внуком. А зачем нам дача? Осторожно уточнил Ромка. Будем там жить. Посадим клубнику и малину. Будем купаться в речке или в озере. Ездить в лес на велосипеде за грибами. Читать книги и смотреть фильмы. Пить на веранде утренний кофе и слушать соловья. Я всегда хотела небольшой дом и сад с огородом. Не так, чтобы умирать на нем, а так, чтобы можно было летом приехать и там пожить. Чтобы был лес и озеро, и рыбку половить можно было бы. А ты хочешь? Спросила бабушка внука. Звучит хорошо. Солидно кивнул Ромка. И, застеснявшись, покосился на бабулю. Не смеется ли? Но нет, бабушка была абсолютно серьезна и даже выглядела немного торжественно. Так и сделали. В мае они вместе с бабулей уже выгружали из машины все свои вещи и заносили их на новую дачу. Такого лета у Ромки еще не было никогда. Парнишка увлекся рыбалкой и каждый день таскал бабушки по небольшому ведерку окушков. В конце их дачного участка стояла небольшая банька, а за ней тропка, которая вела к реке. Как-то в один из дней местному леснику сообщили, что из соседней деревни прибежал пасечник и сказал, что у одной из дачниц пропал внук. Парнишка лет десяти и она просит лесника помочь в поиске. В деревне собрали всех молодых людей, которые бы могли помочь. Тогда в поселке работала бригада строителей. Вот и ее в полном составе повели в лес. По дороге пасечник рассказал, что в начале лета в их деревне поселилась некая приятная во всех отношениях особа. С ней приехал внук Роман. Парнишка отпросился на рыбалку на реку Волчью. Ушел после обеда и до сих пор не вернулся. Вышла поисковая команда из поселка уже во второй половине дня. Возглавил этот отряд молодой участковый милиционер и тот самый лесник. Бабушка мальчика Марьяна Станиславовна сказала, что пойдет вместе со всеми и слушать ничего не желает. Ей доверили внука, а она его не уберегла. Тем более, что она опытный турист, много в молодости ходила в походы и знает, как выживать в лесу, и внука этому тоже научила. Это был весомый аргумент для суровых мужчин, да и сама женщина выглядела решительной и смелой, а некисейной барышней не истерила, вела себя спокойно и достойно. Все распределились по просеке и пошли на запад прочесывать лес. Сначала дистанция между поисковиками соблюдалась, потом стали собираться в компании. Так и двигались, пока не стемнело. Хотя какая летом на севере темнота, белые ночи. В сумерках все вышли на лесовозную дорогу, решили отдохнуть, устроили небольшой привал. Через час немного расцвело, опять распределились вдоль дороги и пошли прочесывать лес. Марьяна громко кричала, звала Ромку. Вдруг услышали крики в ответ. Сначала ничего не поняли, но пошли на голос. Узнали, что мальчик нашелся и сейчас спит в избушке лесника. Марьяна влетела в избушку и прижала к себе внука. Она не плакала, но сердце ее стучало так, что его стук слышал даже Ромка. «Ба, ну успокойся, все же хорошо, ты лучше послушай, что со мной приключилось. Только не говори, что я это все выдумал». Я, как всегда, взял удочку, пошел порыбачить вдоль берега, поднимался против течения, облавливая удобные места. Я так увлекся рыбалкой, что ушел довольно далеко. Решил, что пора возвращаться. Пошел обратно тем же путем вдоль берега. Так шел-шел, и вдруг мне показалось, что пошли уже незнакомые места. Видимо, я не заметил тропку от бани к реке и ушел дальше, чем нужно. Короче, заблудился. «Самое главное не паниковать и ничего не бояться», уговаривал я себя. А уже начинало темнеть, я потихоньку шел по высокому берегу реки, пробираясь через заросли кустарника и валежника. Идти было трудно. Двигался я довольно медленно, внизу виднелась река. Я хорошо помню, как ты учила меня выживать в экстремальных условиях, и это мне очень помогло. Я понимал, что для ночевки нужно найти подходящее место. Вдалеке увидел, что несколько поваленных деревьев образовали нечто похожее на огромный шалаш. Я вытоптал травой кустарник на площадке под деревьями, натаскал туда мох и застелил им выдоптанное место. Укрыться было нечем, я нашел на земле только несколько колючих еловых веток. Обхватив себя руками, я свернулся калачиком в своем укрытии и попытался хоть как-то согреться. Уже начало темнеть и становилось ужасно холодно. Я пытался не думать о холоде, глаза мои стали потихоньку закрываться, и я стал проваливаться в какой-то обволакивающий сон. Вдруг я почувствовал, как чье-то горячее мохнатое тело прижалось ко мне. Дрожь стала постепенно проходить, и по телу разлилось тепло, как будто меня укрыли теплым шерстяным пледом. Сколько я проспал, сложно сказать, но когда утром открыл глаза, было уже светло, солнце проглядывало сквозь крону деревьев. Проснувшись и повернув голову, я увидел рядом с собой маленького олененка. Значит, ночью мне не показалось, что кто-то прижимается ко мне. Это действительно было живое существо, и оно согрело меня своим теплом. Когда олененок почувствовал, что я зашевелился у него под боком, он быстро вскочил на ноги и убежал в чащу леса. Я даже не успел отблагодарить его за спасение, а мне так хотелось крепко и нежно обнять его за шею. Может, он тоже маму потерял, и ему нужно было согреться. Если бы не мой пушистый спаситель, я бы мог замерзнуть насмерть, но в крайнем случае заработать пневмонию. Ба, а если он правда потерялся, он же погибнет без мамы. Ничего, герой, не переживай, я прослежу, чтобы с твоим олененком было все в порядке, пообещал мальчику лесник. Главное, ты только больше не теряйся. Понравилась история? Ставьте лайк и подписывайтесь на канал, впереди еще много всего интересного. Всего доброго!